игорь игорь проснись ты мне нужен дамя я жду тебя в жилом квартале припяти блять что-то знакомы всем привет с вами константин и мы все с вами на канале мережка тиви а я там по выкладывал все же и погоним сейчас жилой квартал все здоровы инвалидов нету а я забыл мы с вами не зашли в эту виртуальную реальность вот так вот опять я по невнимательность ну ладно зайдем может что-то прояснится давайте сюда наверно нахер я их собираю привычка о это кто там почему ты так долго это они говорят да нахера где тут мостик я покажу тебе новый мир который ты никогда не видел сейчас опять шули карты заперты в кристаллах чернобылита раздавлены задушина опять час карандаш будет блять точно средней школе номер три это самая большая из пяти туда еще надина дочка ходила я помню просто мышь там поменяли да но события может это поэтому меня отправляют время какого-то хера так стоять буян бассейн лазурный сколько хорошего так не не а а а а а а а и и а и а и 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 это будет мост а Помнишь, где? Ну кто? Ну кто? Блю? Я слышу. Блю? А-а-а! 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 Продолжение следует... 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 К тому же он не мог сбежать сам Кто-то ему помог То есть это был кто-то из своих? Слишком рано делать выводы, но да, я думаю так Значит шпион, агенция РУ Хера как события разворачиваются Вам в КГБ везде шпионы мерещатся Видимо поэтому у вас арестов столько Саддам вот-вот вторгнется в кувей Уверен у ЦРУ есть дела поважнее вашего исследования Нет, это не ЦРУ, это кто-то ближе Ничего, я выясню кто Генерал, я хочу извиниться за свой тон Я правда благодарен вам за вашу работу Без вас бы мы не справились Проект Дугай наши исследования Они могут оказаться важнее ядерного оружия Даже важнее космических войн КОНЕЦ КОНЕЦ На кону стоит многое Можно сказать будущее нашей Родины Я уже поговорил с другими членами партии и... Товарищ, я скажу прямо Советский Союз уже трещит по швам И вряд ли его распад можно предотвратить Я не ученый, но достаточно повидал, чтобы понимать это Но вот чернобылит, напротив, может стать ключом к нашему будущему Мы должны сделать все возможное, чтобы подготовиться к нему Значит, Таня родила мальчика и он сбежал Это... Мой сын Боже Если так, я не могу Соберись, Игорь Похоже, КГБ хотел активизировать опыты чернобылитом Возможно, они надеялись, что полученные данные смогут продлить жизнь Советскому Союзу Очевидно, у них ничего не вышло Сыном не оказался черный сталкер Просто я что-то больше тут ключевых фигур не вижу, кроме как... Сын... В смысле, как черные сталкер Так, опять что покатяшим туда? Опять у нас, наверное, ничего нету Точно, блядь, ничего нету Ну давай О, два уже Расследовать это оттуда как они с той доски когда мы в виртуальную до возвращаемся и у нас расследование появляется два раза мы были по нам погнали рейд 6 опять все пропущу сколько их останется три зима за доверие врасплох мы их не застанем но мы знаем о слабостях нар достаточно у нас есть шанс на ровцы давно дали нам понять что они но мы пока не пойдем правильно что три человека мало я там уже был никого не выбирать не думаю что это не может повремен думал и считает но у нас опять же нихера не появилась тут такая бестолковая будет ну и она зеленая поеду в градирнях я уже был этих куда угодно а слесаря может найду где-нибудь если найду и потом же надо не забыть вернуться опять в эту виртуальную давайте с нашего богатого нахуячит так что мама не горюй долго только заряжается сейчас мы тут по шурику слева обойдем так радиация не понял я а в доме вот здесь мы не были кстати ни разу но там ни хера и нет а в доме кто это Это, блядь, кто? Тень. Блядь, давайте посерьезно возьмем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой-то другой. Блядь! Нихуясины! Это же хорошо, что я взял эту все-таки пушку, что они меня напугали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фух! Сейчас я там... Что там у нас? Радиация, да? Че, нормально съездили, я так предполагаю. Или слетали, шо мы сделали? Успокоительная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ток мы так и не побывали, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и... Погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я только рассмотреть его не успел. Так. А шо, у нас еды нету, или шо? Че, вот эта красненькая светится, такое? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, пошли еще. Не, я выкину сейчас. Говнище всякое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, как раз, может, узнаем, что это наш сын. Ну, это предположение мое. Я ж не знаю. Послушай, Георгий, я знаю, что делаю. Назад пути уже нет. Я знаю, друг мой. Просто той ужасной ночью мы потеряли такой выдающийся ум. Я не хочу еще и тебя потерять из-за каких-то любовных разногласий. Это недоразумение уже стоило тебе внешности. Не хочу больше слышать про это. Больше не отвлекаемся, понял меня? Да, конечно. Я очень рад, что все в прошлом. Хорошо. Тогда за работу. Результаты мне нужны уже в ближайшее время. Мы оба знаем, что она ключ ко всему. Мы уже достаточно времени потеряли. Ладно, ладно. Только прошу тебя, не делай глупостей. Нужно следовать правилам. Выходит, мой так называемый друг Борис работал с Семеновым даже после Чернобыльской катастрофы. Интересно, что случилось с его лицом. А тайна, значит, ключ ко всему. К чему? Опять тайна. Нужно продолжать копать. Ты слишком увлекся испытаниями, друг мой. Я же говорил, не нужно использовать так много. Говорил. Тебе еще повезло, что ты мозг свой не угробил, как остальные. И что в итоге? Борис мертв. На этот раз по-настоящему. Больше нет смысла притворяться, что это не так. Пожалуй, этого стоило ожидать. Ментальные проекции, о которых ты мне рассказывал, видения, они возникали все чаще. Признаюсь, я думал, что твои галлюцинации означают, что ты просто сходишь с ума. В конце концов, длительное воздействие Чернобылита часто вызывает психоз и истерию. Я сам видел, как подопытные начинают нести бред про Ктулху или хотят спасти мир от крыс. Так, наш таракан, получается, был... Ты, наконец, сделал это, друг мой. Ты перешел, Рубикон. Ты достиг того, чего никому до тебя не удавалось. Ну, разве что кроме нее. Но у нее была другая цель. Ты будешь первым из многих. Ты поможешь мне открыть новую эру эволюции человека. Ты поможешь мне дотянуться до звезд. Так, Семенов Гондон, оказывается. Забудь о прошлом. Забудь о своих жалких прежних достижениях. Это все мелочи, глупости для слабых духом. Тебе больше не нужно добиваться чужого одобрения. Отныне ты моя правая рука. Сбрось свою старую маску и надень новую. Пришло время стать тем, кем ты всегда должен был быть. Черным сталкером. Просыпайся. У нас с тобой много дел. Значит, это был Борис. Он начал испытывать чернобылит на себе. И стал черным сталкером. Господи. Да, я сильно там загнул, что это типа сын. Я рассказал все, что вам нужно знать, генерал. В чем проблема? Проблема? Так вы это называете? Послушайте, я не буду притворяться, что понимаю, чем вы там занимаетесь в своей лаборатории. Мне до этого нет дела. Меня заботит лишь сам объект и безопасность моих людей. Когда вы в следующий раз решите по-быстрому провести эксперимент, который может выпустить в наш мир кучу сраных монстров, сообщите мне заранее, чтобы я успел разработать стратегию. Во-первых, тени необходимы для наших исследований. Это гибриды, которые... Хотя, знаете что? Я не буду грузить вас подробностями, которых вы все равно не поймете. Во-вторых, вы серьезно? Я отчитываюсь перед советом, а не перед вами, Козлов. Ваша работа — обеспечивать безопасность, а не читать мне лекции по вопросам, которые выше вашего понимания. Более того, совет хочет, чтобы вы тесно, очень тесно сотрудничали с моей правой рукой. Прошу вас ознакомить его со всеми нашими протоколами безопасности. Это вы о ком? О том черте в черной маске? Может, скажете, кто это? Я предпочитаю знать, с кем работаю. Его личность не имеет значения. Если вам нужно имя, обзовите его так же, как все остальные. Черный Сталкер. И последнее. Я знаю, вы не разделяете моих взглядов на будущее нашей организации. Но даже не думайте сдаваться. Если мы потерпим неудачу, нас обоих ждут большие неприятности. Пути назад уже нет. Значит, Нар виновата в создании теней. Или, как минимум, в их появлении в нашем мире. И Борис, черный сталкер, связан со службой безопасности Нар. Молчат. Опять, наверное, ни хера не это. Да, давайте на зелененькое я. А это? Это, походу, посложнее. Опять, наверное, с тем воевать. Да, необычное существо. Ну, поехали. Грохнем. А потом пройдем, наверное, последнюю вот эту вот штуку. Да, надо было виртуально эту хрень проходить параллельно. Ну, вместо того, чтобы спать, да? Где это говно? Далеко от нас. А ну, на улице. Ну, зашибись. Хоть не напугает, так как напугал. А ну, зашибись. За домом. Уже даже неинтересны этих хабары. Где-то тут. Вот. Дырочка. Салабон. Все справились. Все молодцы. Успокоительная. Ну, шо, пошли последнюю. Да, пройдем. Женщина в красном. И вы абсолютно уверены в этом, профессор Семенов? Это единственное разумное объяснение. Как еще гамма-волны мозга Амалиевой могли бы взаимодействовать с Чернобылитом, если бы он не был хотя бы отчасти разумным? И что насчет ворот? Какая-то развитая форма телекинеза. Это ничего не объясняет. Ни капли. Но если все это на самом деле правда, значит, червоточины? Но это невозможно. Почему невозможно? Вы только представьте. Слушай, если нам еще не встречались организмы, способные создать, выдержать или даже направить экзотическую энергию, возникающую возле черных дыр, это не значит, что их не существует. Значит, эти фрактальные туннели тоже органические, и мы выходим путешествуем по венам гигантского межпространственного мозга. В настоящий момент, благодаря нашим испытаниям, на это способен только черный сталкер. Если вам так нравятся метафоры, то здесь больше подойдет гигантский межпространственный кальмар. Тогда что такое тени? Что-то типа внешних лейкоцитов? ТЕОРИЯ 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 А инородные – это наши подопытные, то есть тени своего рода антитела. Потрясающе, правда? А Амалиева – словно подходящий белок-проводник. Она может разговаривать со зверем, но и зверь может говорить через нее. Я видел, что происходит с подопытным при воздействии чернобылита. Общение с этим – навряд ли это приятное занятие. Да какая разница? Наши имена будут упоминаться во всех учебниках наряду с Ньютоном и Эйнштейном. Разумеется, профессор, все это того стоило. Выходит, чернобылит – это разумный межпространственный организм, и Таня может с ним разговаривать. Это сложно уложить в голове. Прошло уже столько времени, любимая. Почему я тебя больше не слышу? После того, как ты родила малыша и впала в кому, ты приходила ко мне во снах. Мне не хватает наших разговоров. Я скучаю по тебе, Таня. Иногда мне кажется, что я сбился с пути, потерял себя. Мы с тобой стольким пожертвовали. И теперь я понятия не имею, что ждет нас в конце пути. Но это наш единственный шанс быть вместе. Не теряй надежды. Пожалуйста, дай Семенову то, что ему нужно. Дай ему это, чтобы он оставил нас в покое. Жалкий ублюдок. Он все еще живет иллюзиями. Но мне нельзя отвлекаться. Я должен выяснить, что Семенову нужно от Тани. Невероятно, профессор Семенов. Я впечатлен. Но я приехал по делу, а не из праздного любопытства. Наши инвесторы хотят увидеть результаты своих вложений. Об этом можете не беспокоиться. Они даже не догадываются, какую это может принести выгоду. В этом и проблема. Эти люди не любят сюрпризов. Они хотят точно знать, чего ожидать. Новое оружие, лекарства, новые виды транспорта. Все это и даже больше можете передать своим инвесторам, что вложенные ими миллионы превратятся в миллиарды. А что насчет радара Дуга? Все эти годы он привлекал слишком много внимания. Темные туристы и эти чертовы сталкеры. Он выполнил свою задачу. Можете из него хоть вешалок наделать. Теперь у нас есть Амалиева. Она идеальный проводник. То, над чем мы сейчас работаем, превратит Нарв в крупнейший конгломерат в мире. Мы будем ворочать триллионами. Амалиева поможет нам стабилизировать врата в другой мир. Мир Чернобылита. И когда мы сможем попасть туда, это будет настоящая революция. Переворот, какого еще не знал наш мир. Своего рода онтологический шок. Какой шок? Так, ладно. В общем, если вы сможете найти безопасный способ извлечь из этого прибыль, совет дает вам свое разрешение. Только профессор, будьте благоразумны. Хорошо? Наша цель – заработать деньги, а не уничтожить мир или вызвать какой-то там шок. У меня все под контролем. Все на своих местах. Нулевой пациент готов. Господи, так вот зачем Семенову нужна Таня. Стабилизировать червоточину, ведущую и мир Чернобылита. Мне нужно добраться до электростанции и как можно скорее найти ее, пока он не осуществил свой безумный план. Я понятия не имею, что может произойти с ней или вообще с миром. Нужно составить план и действовать быстро. Ну вот, теперь он нас сам туда отправляет. Но! Да, вот они, проведены расследования. Но! Отправимся мы на электростанцию в следующей серии. Пусть это будет теперь моя интрига. Так что, девочки и мальчики, всем спасибо. И до свидания, до следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok